Как обычные пользователи настраивают под себя Windows. Ставят нескучные обои, меняют расположение и размер значков на рабочем столе, играют системами оформления. Но за несколько десятилетий винда успела обрасти множеством утилит, которые могут серьезно прокачать работу с системой, а некоторые даже ее убить. Сегодня расскажу вам о самых полезных программах, твиках, утилитах и патчерах, которые позволят сделать с вашей виндой что угодно, а также какой софт ставить не стоит. Уверен, в этой подборке вы найдете то, что вам пригодится. Меня зовут Михаил Крошин, на связи МК. Поехали! Для начала предупреждение. Большая часть предложенного софта меняет системные файлы и лезет в реестр, что может привести к проблемам при работе или после апдейтов. Нужно осторожно комбинировать различные утилиты, так как они могут конфликтовать друг с другом. И помните, любое вмешательство в систему делает ее менее стабильной, и лучше не проводить эксперименты на рабочем ПК. По крайней мере, до создания полного бэкапа. Но это все касается сторонних утилит, которые не были одобрены и протестированы самой Microsoft. Мелко-мягкие, отлично понимают, что многим пользователям нужна расширенная функциональность, и поэтому еще во времена Windows 95 выпускался пакет PowerToys. Тогда это, по сути, был набор утилит для изменения некоторых параметров реестра, без прямого вмешательства в него, что позволяло, например, настроить автовозпроизведение CD-дисков или изменить пункты контекстного меню. Жила первая PowerToys вплоть до Windows XP и окончательно прекратила работать Windows Vista. Но вот в десятке редманский гигант решил ее возродить в прежней красе, позволяя пользователям сделать работу с системой удобнее и без всякого вреда для нее. Разумеется, PowerToys полностью бесплатна и совместима с Windows 10 и 11. Ссылочка будет в описании под видео. Вот несколько интересных фич. Функция Always on Top, которая позволяет по сочетанию клавиш закрепить активное окно поверх других окон. Удобно при работе, например, с калькулятором. Есть функция Цветоподборщик, аналог пипетки, но работающий по всей системе. Fancy Zones — это продвинутая многооконность, которая позволяет создавать шаблоны отображения окон приложений на экране, а PowerRename позволяет быстро переименовать по шаблону большое количество файлов. Полезного функционала в PowerToys хватает, причем компания постоянно добавляет новые возможности. Описание всех новых фич также будет в описании. Переходим к серьезной артиллерии. Утилита WinAero Tweaker, созданная нашим соотечественником Сергеем Ткаченко. Это, пожалуй, самый продвинутый бесплатный твикер Windows, который позволяет менять в системе буквально все, что угодно, активируя скрытые возможности и урезая лишнюю функциональность. Главное, что нужно помнить при работе с этой утилитой, она может в пару кликов убить вашу систему. Стоит крайне внимательно читать описание ко всем функциям, которые вы хотите включить и тем более выключить. Утилита может настроить буквально все. Хотите включить тему AeroLight? Пожалуйста. Изменить тип и размер шрифтов в любом системном меню, отключить рекламу и автообновление драйверов, поменять внешний вид проводника и контекстных меню, убрав лишние элементы, вернуть классические утилиты из Windows 7 или зачем-то отключить защитник Windows. Все это не проблема. Я не описал даже 10% функциональности WinAero Tweaker. Там буквально сотни различных параметров, и, что приятно, утилита бесплатна и продолжает активно развиваться. Ссылку на последнюю версию сайта автора ищите внизу. Но обе эти утилиты в основном позволяют лишь включить или отключить уже существующие функции Windows. А что делать, если какой-то возможности в системе нет, но очень хочется ее добавить? Для этого воспользуйтесь скриптовым языком, автоходкей и одноименной утилитой. Да, вы все правильно поняли. Тут придется немного поднапрячь извилины и научиться писать скрипты. Но не стоит этого бояться, тут ничего сложного нет. Есть как туториал для новичков, так и отличная русскоязычная вики по языку с подробным описанием всех возможностей и примерами программ. А возможности тут максимально широкие. Можно перенастроить действия на кнопки мыши вплоть до выполнения целых цепочек действий. Можно работать с джойстиками, клавиатурами, выполнять различные скрипты в определенных программах, менять реестр, блокировать компьютер, быстро открывать папки и сайты, вставлять спецсимволы и многое другое. Причем все эти действия можно комбинировать между собой и написать такой скрипт, который нужен именно вам. Готовый скрипт можно легко запечь в обычный экзешник и добавить его в автозагрузку на любом ПК. К слову, AutoHotK также полностью бесплатен и не имеет рекламы. Ссылочку на вики и официальный сайт вы знаете где искать. Если утилиты выше, предназначенные для тонкой настройки системы, то вот Explorer Patcher позволит серьезно кастомизировать внешний вид проводника, меню пуск и панели задач. И да, эта программа достаточно глубоко лезет в систему и может вызвать сбои, да и после апдейтов Microsoft ее функциональность временами проседает. Но все еще авторы активно поддерживают патчер на плаву. Больше всего он пригодится тем пользователям Windows 11, которым не нравится куция панель задач, прибитая к нижнему краю экрана, и такое же урезанное меню пуск. Утилита позволяет вернуть оба этих элемента интерфейса из Windows 10, а заодно прокачать действия при нажатии правой кнопки. Аналогично можно изменить внешний вид проводника на версию из Windows 7 или 10 вместе с различными системными меню громкости и сети. Explorer Patcher бесплатно доступен на GitHub, там же есть информация по текущей функциональности утилиты и возможным ошибкам. Теперь поговорим про программы, которые заменяют уже доступные системные утилиты. Встроенный Microsoft софт нередко специально упрощен для массового пользователя, поэтому возникает желание заменить его чем-то более продвинутым. Например, взять ту же автозагрузку. Windows 10 и выше она находится прямо в диспетчере задать, что удобно, если нужно отключить тот софт, который не должен грузиться вместе с системой. Проблема лишь в том, что на деле различных процессов, которые запускаются вместе с Windows, гораздо больше, чем отображается в диспетчере задач. Чтобы их все увидеть, поможет утилита AutoRuns. Она разработана Microsoft и бесплатна. После ее запуска хорошо видно, сколько программ скрытно стартуют вместе с Windows, их можно легко отключить. Однако не переусердствуйте, там же отображаются и некоторые системные процессы, отключение которых может помешать системе корректно загрузиться. Аналогично в Windows есть редактор реестра. Утилита для полноценной работы со множеством системных параметров. Но вот те, кто часто им пользуются, подтвердят, поиск в нем сделан максимально криво. Он долгий, нужно постоянно прожимать F3, а ищет он по конкретному запросу. Прокачивает поиск по реестру утилита RecScanner. Она может выводить сразу все результаты поиска не по одному. Можно найти значение реестра по длине, типу данных, а также по дате изменения значения ключа. В общем, если вы часто работаете с поиском по реестру, эта утилита просто must-have. К слову, сама утилита бесплатна и доступна на сайте NITSOFT. Думаю, многие знают этого разработчика. И еще одна нужная софтина от него — это BlueScreenViv. Несложно догадаться, она позволяет просматривать информацию о синих экранах смерти. Да, это можно сделать через просмотрщик событий Windows, но утилита в том числе умеет работать с дампами ошибок, что позволяет лучше понять их причину. Еще одна полезная утилита — процесс-хакер. Это продвинутая версия диспетчера задач, в которой Windows отображает далеко не все. Утилита может завершать любые процессы, включая антивирусы, позволяет следить за динамическими библиотеками DLL, что помогает в обнаружении рут-китов и показывает максимально полную статистику всех служб и процессов в системе с удобной группировкой и мониторингом. В общем, если вы хотите знать от и до обо всем, что запущено в системе, процесс-хакер для вас. Утилита бесплатна, и хотя последняя стабильная версия вышла 6 лет назад, активно развивается бета, которая достаточно стабильна для использования и поддерживает Windows 10 и 11. И вот под конец стоит поговорить о программах, которые использовать не стоит. Во-первых, это различные чистильщики системы реестра. В Windows и так есть встроенные утилиты для очистки мусора, которые делают это безопасно. Доверяться тут стороннему софту, который может освободить пару лишних мегабайт за счет стабильности — плохая идея. Да, в массе своей тот же CC Cleaner и его аналоги вряд ли смогут убить систему, хотя я сталкивался и с таким. Но вот почистить автозагрузку или сбросить настройки Chrome — легко. Аналогично нет смысла чистить реестр. Он имеет древовидную структуру, поэтому программам до лампочки есть ли рядом неиспользуемые ветки, а вот шанс удалить системные параметры — есть. Поэтому опять же стоит оставить реестр в покое. А во-вторых, стоит отказаться от утилит, отключающих телеметрию, встроенный антивирус и обновления. Их сейчас развелось очень много. После использования такого ПО есть серьезный шанс повредить систему, вплоть до того, что она больше никогда не сможет корректно обновиться. А с учетом того, что к защитнику Windows защиты ядра нет никаких вопросов, он получает высокие оценки в тестах, его нет смысла отключать. Что касается телеметрии, то на 90% ее давно уже можно отключить штатными средствами системы. С обновлениями еще легче. Боитесь, что свежий апдейт все сломает, его легко можно отложить на месяц, когда уже точно все отладят. И под конец забываем про программы, которые повышают производительность ПК путем временного отключения различных служб, установки упрощенных тем и так далее. Реально они помогут разве что в случае с ПК на Accord 2 Duo с парой гигабайт ОЗУ. И непонятно вообще, зачем на такой конфиг ставить Windows 10. А на чем-то новее десятка уже будет неплохо работать, и отключение системных процессов едва ли скажется на скорости работы системы и даже играх. А вот что-то повредить такие утилиты вполне смогут. Ссылки на те утилиты, что вам понравились, будут в описании, сразу же под ссылкой на наш новостной телеграм-канал, где вы читаете свежие и самое главное короткие IT-новости. Если мы что-то пропустили, вы знаете интересный софт, напишите о нем в комментариях. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, и еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok